В прошлый раз мы говорили с вами о системе ввода-вывода и понятии так называемых действий, то есть таких термов, которые отображают некоторые императивные программы. Мы не можем написать в явном виде в Хаскеле императивную программу, но рассматривая такие термы, мы можем всяческим образом их комбинировать. Главным образом с помощью этого оператора рыбки или bind, который, по сути дела, состоит в том, что мы выполняем действие, стоящее слева от него, и передаем его результат действию, стоящему справа. Естественно, это действие может зависеть от нашего результата, поэтому, если мы посмотрим на тип такого оператора, мы увидим, что он вот такой вот. Здесь указана произвольная монада, но мы можем мысленно заменить ее на монаду I.O. Действия по вводу-выводу, возвращающие А, ну скажем так, семейство действий, зависящее от А, возвращающего Б, и все вместе наш оператор превращает в действие, возвращающие Б. Мы обсудили, что блок Ду является ничем иным, как неким таким синтаксическим сахаром, за которым скрывается применение этого нашего оператора. Хорошо, теперь я хотел бы поговорить о еще одном важном моменте. Вот представьте себе, что у нас есть некий список действий, возвращающих Ашкер. Есть в библиотеке такая важная функция, которая называется Sequence. Она позволяет нам превратить этот список действий в одно действие. Имеется в виду последовательное их выполнение. При этом наше итоговое действие, оно возвращает список результатов. Вот у нас есть в библиотеке такая функция Sequence. На самом деле она может принимать не только список, но так называемый Traversible, но сейчас это нас не волнует. Хорошо, как же она устроена? Ну, по крайней мере, для списка. Если список действий пуст, мы возвращаем пустой список результатов. То есть завертываем его в нашу обертку, return, превращаем его в действие, которое ничего не делает, но только возвращает пустой список результатов. Если у нас есть нетривиальный список, мы вначале выполняем голову этого списка, получаем оттуда некий результат х, затем рекурсивно выполняем последовательность всех оставшихся в хвосте действий и добавляем х к списку результатов, полученных в этом рекурсивном вызове. Понятно это? Да. Ну вот. Вариантом этой функции является Sequence с вот таким вот прочерком. Это то же самое, но за вычетом того, что мы на этот раз никакого списка не возвращаем. Результаты выполненных действий игнорируются. Мы их просто отбрасываем. Вот. Ну хорошо. Давайте посмотрим, как это работает, где это может применяться. Ну, например, вот у меня есть такое действие print. Print состоит в том, что мы превращаем значение типа из класса show в его строковое представление. Эту строчку выводим в терминал. То есть, вот такой тип у действия print. Если я имею, например, такой вот список чисел, и я говорю map print, то результатом будет что? Результатом, естественно, будет список действий по выводу вот этих вот чисел. Результатом, естественно, будет список действий по выводу вот этих чисел. Понятно? Да. Но список действий – это не действие. Я не могу его, так сказать, выполнить. А вот если я скажу sequence, то у меня получится ничто иное, как одно действие, но состоящее в том, чтобы сначала вывести 1, потом вывести 2, потом вывести 3 и так далее. Надо сказать, что здесь у меня есть возвращаемое значение. А именно это список тех значений, которые возвращает каждый print. Как мы знаем, print возвращает пустые скобочки, которые у нас являются единственным таким, так сказать, регулярным, нормальным, ну, кроме всяких undefined'ов или по терминологии хоскейлистов bottoms, единственным таким регулярным элементом типа пустые скобки, типа синглитона или, как говорят, unit type. Вот. Поэтому наш терминал – это возвращаемое значение здесь напечатан. Обратите, пожалуйста, внимание, что вот если я скажу просто print и применю это к списку, результат будет совершенно иным, потому что print напечатает строковое представление всего списка, включая вот эти вот ограничивающие квадратные скобки. А здесь мы получаем список действий по выводу единички, двойки и тройки. И потом, имея такой список действий, мы с помощью sequence как бы тоже превращаем его в действие, которое можно выполнить. Если я применю здесь sequence с прочерком, то будет то же самое, как если просто sequence, но итоговые значения, они будут игнорироваться. То есть, возвращаемое значение, оно будет стерто как-то. Понятно это? Да. Вот. Вот что это собой представляет. Эта конструкция, может быть, она кажется странной, но на самом деле она достаточно часто применяется, когда у нас возникают списки каких-то действий, нам может захотеться их последовательно исполнить. Более того, иногда это применяется в таком контексте, когда все эти действия в списке, они как бы однотипны, они имеют вид применить какую-то функцию к какому-то значению. То есть, мы с вами можем, допустим, у нас есть список ашек, и у нас есть действие, которое в зависимости от ашки возвращает какую-то бэшку. Мы можем сразу скомбинировать map и sequence. Мы можем применить вот это вот действие к каждому элементу списка. Получится список действий, а потом вынести вот M, то есть IO, например, вынести IO наружу из списка. Из списка действий получить действие, ну, можно сказать, возвращающий список. Это такая известная идиома, и вот она выражается функцией map M. M от слова monadic. Вот такой вот монадный map. То есть, мы применяем к каждому элементу списка не просто какую-то функцию, а действие. И потом мы, так сказать, этот список действий превращаем в одно действие. Понятная идея? Да. Соответственно, наше F4 делает то же самое, что у нас было выше. Печатает элементы списка, и так как есть возвращаемое значение, не тривиальное, а именно список вот этих вот пустышек, то терминал его нам напечатает. Если мы хотим игнорировать возвращаемое значение, ну, применяем map M с подчеркиванием. Надо сказать, что вот эта наша рыба, она является строгой по своему первому аргументу. Хотя здесь есть некоторые исключения, некоторые тонкости. Что значит строгой? Как мы помним, рыба соединяет два действия. При этом сначала делается одно. Вот в этом смысле она строгая. Мы сначала делаем вычисления в левой части. Исполняем это действие до конца. Потом берем его результат и передаем его в действие справа. Дело в том, что раз нам эта рыба нужна для эмуляции императивного программирования, но в императивном программировании именно порядок действий, он гораздо жестче определен. То есть, если написано один оператор, точка с запятой, другой оператор. Надо сначала делать первый. Надо гарантировать, что сначала делается первый, а то будет беда. Понятно это? Да. Ну, вот эта наша рыба, она является строгой. В том смысле, что не ленивый. Что она производит вычисления сначала в своем левом аргументе. Но здесь есть некоторые исключения. Этот эффект можно определенным образом отключить. Сейчас мы немножко еще об этом поговорим, может быть. Давайте посмотрим на вот такую вот попытку реализации функции getLine. Ну, что такое getLine? Я надеюсь, вы помните, что getLine – это такое действие, которое читает строку из терминала. Если мы попробуем его выполнить, мы вводим строку, и пока мы не нажали Enter, значит, действие это не завершается. А когда мы нажали, оно возвращает нам некую строку. С другой стороны, у нас был getChar, который принимает символ из входного потока, и, значит, его нам возвращает. Нельзя ли этот getLine реализовать вот так? Смотрите. Помните, что делает repeat? Если помните, скажите. Ну, он создает список из этих элементов бесконечных. Он создает бесконечные списки. Если я возьму, вот напишу repeat2, например, у меня получится бесконечный список двоек. Вот я же не знаю, какая у меня строка будет заведомо. Создам-ка я бесконечный список действий по считыванию символа. Вроде бы все хорошо. Но это не действие, а список действий. Тип неправильный, в рыбу его передавать нельзя. Я применю sequence и получу действие, состоящее в том, что мы последовательно читаем символы из входного потока. Ну, вроде бы это нам нужно. Передадим результат этого действия сюда. Что делается с этим результатом? Мы берем самый длинный префикс, где нет перевода в каретке. И результат. Получаем некую строку, и чтобы это было действие, завертываем ее в return. Вроде бы нормально. Код этот компилируется. Правильно? Да. Интуитивно ожидается, что этот код читает строку. Ну, вот мы вводим строку, нажимаем enter. И ничего, и ничего, и ничего. А почему? Ну, потому что нужно, наверное, вычислить все, что слева от рыбы. Да. Да, конечно. Дело связано вот как раз с этой строгостью нашего оператора связывания, рыбки, по первому аргументу. То есть, по сути дела, здесь у нас вычисление не завершается, пока мы не, ну, в общем, не закончим генерировать бесконечный список. Поэтому это не работает. Но в каких-то других ситуациях оно вполне себе работает. Если мы, например, хотим строку не читать, а если мы хотим ее выводить, мы очень даже просто можем это действие определить так. Ну, вот есть там какая-то строка cs на входе, там, да, на. Получим из нее список действий по выводу ее символов. Ну, и дальше применим к этому sequence. Если эта строка конечная, то все вычисления завершатся, и все будет хорошо. Вот этот вот put str2', он, в общем, работает ничуть не хуже, чем наш обычный put str, имеющийся в библиотеке. Понятно? Да. Хорошо. Ну, давайте еще рассмотрим ряд примеров на ввод-вывод. Вот то, где мы закончили, это игра, значит, которая у нас называется «Виселица», хотя, видите, тут написано «Висельник». Что это за игра? Это игра по угадыванию слова. Давайте немножко позанимаемся. Это у нас отдельное приложение командной строки, которое мы с вами можем скомпилировать. Так, скомпилировали. Молодцы. Давайте его выполним, посмотрим, что у нас здесь есть. Придумайте, задумайте слово. Ну, какое слово? Не знаю. Давайте слово «кверти» задумаем. Задумали, нажали «энтер». Заметьте, я нажимал клавиши, но эхо в терминале не было, самого слова мне не показывали. Теперь давайте попробуем это слово отгадать. Что значит «отгадать»? Я буду угадывать его по буквам. Вот буква «А». Есть буква «А». Нет, буква «А» нет. Есть буква «К». Буква «К» есть. Есть буква «Е». Есть. И мне показывают позицию этой буквы. Если я несколько букв введу, то мне покажут позиции всех этих букв. И когда же это угадывание закончится, тогда я введу все слово. Понятная идея? Да. Давайте посмотрим, что там внутри. У нас есть «main», точка входа в нашу программу. Это «main». По сути дела совпадает с функцией «Handman». Функция «Handman» – это у нас с вами что? Смотрите. Она опечатает приглашение. Задумайте слово. Совершает некое действие «as get line», которое мы тут ниже определяем. Это действие возвращает строку. Мы получаем слово прочитанное. После чего вводим приглашение угадать это слово. И вызываем, видимо, основной цикл, который дает пользователю возможность слово угадать. Таким образом, «Handman» зависит от функции «as get line» и функции «play», основного цикла нашей игры, который ожидает пользовательского ввода. Давайте посмотрим, что такое «as get line». «as get line» читает символ из терминала, но читает его не с помощью стандартной функции «get char», а какой-то «get ch», который определяется ниже. Давайте посмотрим, что же это такое. Здесь мы читаем символ, но перед этим делаем какие-то странные манипуляции. «hset echo stdin false», читаем символ, а потом «hset echo stdin true». Ну и возвращаем мы этот же символ. Ну, как вы думаете, что здесь делается? Это вызов некой библиотечной функции. Мы, конечно, могли бы спросить «Hugle», что она делает. Давайте это сделаем. Ну, может быть, какие-то есть идея? Ну, отключается для этого потока. Совершенно верно. То есть, «h» происходит от слова «handle». Это у нас семейство функций, которые что-то делают с вот этими файловыми дескрипторами или там «handles». Ну, как раз вот здесь мы видим, что тут такое происходит. Вот. То есть, суть состоит в том, чтобы читать символ, но его не отображать. Как бы тайно прочесть символ. Так, как мы это делаем, когда мы, например, запрашиваем у пользователя в терминале пароль. Пароль вводится, но ничего не отображается. Так, а что же делает S-Gatline? Ну, давайте посмотрим. Она читает символ без эха и смотрит, что это за символ. Ну, вот если этот символ был переводом каретки, символ все-таки наш отображается. И мы, в общем, заканчиваем, можно сказать, нашу работу. Возвращаем пустую строку. Если же прочитанный символ не был переводом каретки, мы заменяем его на прочерк. То есть, прочерк этот мы выводим. И дальше рекурсивно продолжаем. Ну, делаем такой рекурсивный, или, точнее сказать, корекурсивный. Потому что никакой границы тут нет. Может быть, пользователь будет бесконечно вводить эти символы. Вызываем опять нашу S-Gatline, и то, что она там возвратит, XS, присоединяем к этому прочитанный символ. Ну, я думаю, примерно понятно, как это работает. Согласны? Да. Ну, и как, собственно говоря, устроена сама наша игра, давайте посмотрим. Функция Play – это действие, которое ничего не возвращает, но принимает на вход строку. Оно выводит приглашение, знак вопроса, и ожидает от пользователя ввода какой-то строки. Какой-либо на этот раз эта строка отображается. Это догадка пользователя, guess. Если пользователь сразу угадал слово, мы говорим you got it, и, в общем-то, заканчиваем нашу функцию, завершаем. Мы не вызываем ее рекурсивно, то есть, по факту, мы выходим из цикла. Если же пользователь слово сразу не угадал, мы печатаем некий результат его угадывания, который вычисляется функцией match. От заданного нам слова и от догадки. И вызываем этот PlayWord еще раз. Понятно это? Да. Единственное, что остается здесь разъяснить, это как устроен match. Итак, первый аргумент нашего match – это загаданное слово XS. Второй аргумент – это наша догадка. Что мы делаем? Мы проходимся по всем символам загаданного слова. И если этот загаданный, если текущий символ находится в догадке, неважно где. Вот это вот LM. Помните, что это такое? Ну да, функция возвращает, является ли, прилежит ли элемент. Да, это функция, которая нам говорит, является ли элемент, принадлежит ли элемент списков. Ну, естественно, для бесконечных списков он, вот как тут говорит нам справка, как нам говорит документация, для бесконечных списков он ведет себя, но специфически. Ну, мы сейчас не будем говорить о бесконечных списках, стоящих за ним теорией. В общем, LM пытается найти X в списке YS, то есть в списке нашей догадки. Если эта буква там найдена, мы ее открываем. Если нет, я напоминаю, мы с вами проходим по загаданному слову. Если нет, мы заменяем это на прочерк. Вот это вот и получается такой результат отгадывания. Вот я задумал слово там какое-то, фу. И дальше я возьму и напишу, например, догадку ОФ. Мне откроют все буквы, но тем не менее не будет считаться, что слово угадано. Скажу догадку О. Ну, мне покажут позиции этого О. Понятно, да? Да. И вот. Так, есть ли вопросы? Ну, наверное, вот не совсем понятен порядок, как он выводит. То есть, например, вот в том же Play у нас есть. Вначале мы выводим в простительный знак, а потом с чьей-то устроен. Хороший вопрос. А здесь он действует совершенно наоборот. Это связано со всякой там буферизацией и так далее. Надо подумать, как это поправить. Ну, хорошо. Вопрос отлично. Что еще у нас есть? Заметьте, что вот эти вот вещи управления этими самыми потоками, значит, файлами-дескрипторами, мы это взяли из библиотеки System.io. Естественно, для каких-то серьезных действий с вводом-выводом нам такая библиотека может понадобиться. Еще есть полезная библиотека System.Environment. Она нам нужна, ну, грубо говоря, для того, чтобы вот как в C, да, у нас есть ArcC, ArcV, да, функции, которые аргументы командной строки, значит, делают доступными программе. Вот это System.Environment, в частности, дает нам такие возможности. Здесь, в этом примере, мы видим, как приложение командной строки может обратиться к чему? Ну, к аргументам командной строки. К списку своих аргументов. К имени, под которым приложение было вызвано, правильно? Как вы знаете, в мире Unix многие приложения ведут себя по-разному, в зависимости от того, под каким именем мы их вызвали. Значит, что еще тут есть? Давайте посмотрим, что делает наша программа, получив эту информацию. Ну, она говорит нам, возвращает нам длину вот этого вот списка аргументов, сколько аргументов она получила. Затем она печатает все аргументы, что делается в функции MapN. Заметьте, вот этот вот ArcC, это список строк, это понятно, да? Да. Опять-таки, мы можем обратиться к углу и спросить, что такое getArgs. Вот он нам возвращает, как и следовало бы ожидать, список строк. Значит, мы говорим, сколько аргументов было введено, да, потом их выводим, потому что в каждой строке в этом списке мы применяем функцию putster.ln, получается список действий. Список действий мы с помощью sequence, встроенного вот в этот MapM, превращаем в одно действие по выводу этого списка. Ну, и, наконец, мы выводим имя нашей программы. Давайте немножко с этим поэкспериментируем. Так, у нас этот код не скомпилирован. Сейчас давайте, соответственно, скомпилируем. Так. Ну, вот я вызвал мою программу без аргументов, а если я какие-нибудь аргументы все-таки дам. Как видите, все было расценено как аргумент. И даже так. Вот все, что я не ввел, было расценено как аргумент. И оказалось, опять. Понятно это? Да. Так, хорошо. Еще ряд простых примеров на тему ввода-вывода. Давайте их, какие есть, все посмотрим. Помните, у нас был простой шифр замены, который был циклическим сдвигом в таблице символов? Вот здесь то же самое, но мы применяем его к файлу. Вот, допустим, мы хотим шифровать, так сказать, некий файл. Что мы делаем? Наша программа получает список аргументов. Если этот список аргументов пуст, мы вызываем функцию putstrln, а точнее hputstrln с двумя аргументами. Error и stdr. Ну, легко понять, что делает это действие. Что же? Ну, печатают строчку в переданный поток. Ну, да. В данном случае в поток ошибок. Так, а если нет? Если аргументы есть, мы берем первый аргумент и воспринимаем его, ну, видно дальше, как целое число. n – это функция read, наш парсер, так сказать, стандартный, который голову списка аргументов пытается прочесть как число. Ну, если ему это не удастся, там выскочит исключение. Можно было бы написать так, чтобы исключения не было, а было бы какое-то сообщение об ошибке. Сейчас мы не хотим этим заниматься. А дальше мы применяем такую функцию getContents. Что же она делает? Давайте узнаем. Смотрите. Эта функция returns all user input as a single string, which is read lazily as it is needed. Вот это, конечно, указание достаточно существенное. Дело в том, что здесь как раз нарушается то правило, что наш оператор связывания, bind, наша рыба, она строгая по своему первому аргументу. Здесь блок do, и, может быть, не совсем очевидно, где здесь оператор bind. Но, тем не менее, идея в том, что что делает getContents? Он читает с td in по мере того, как мы оттуда затребуем символы. Понятная идея? Да. Ну, вот. И мы с вами... Чем этот letA? Чем это написано? Даже не знаю. LetM. Ну, это что-то мы зачем-то иллюстрировали. Давайте попробуем это убрать. Значит, читаем символы из входного потока и дальше применяем нашу функцию encode. Encode – это сдвиг символов по таблице их номеров, циклический. И вот эту строгу, которую мы читаем из входного потока, мы шифруем. Давайте посмотрим, как это работает. Так, первый аргумент – это сдвиг. То есть, можно сказать, ключ к шифру. Такс. Ну, что же. Давайте что-нибудь зашифруем. Ну, возьмем мы, например, код самой этой программы. Возьмем код этой программы и попробуем его зашифровать. Ну, я не передал никакого аргумента, соответственно, мне сказали ошибка. Если я передам аргумент, который нельзя интерпретировать как целое число. Выскочило исключение. No parse. Согласны? Да. Теперь я зашифрую со сдвигом 0. Ну, у меня должен получиться файл, который имелся. И зашифрую со сдвигом, например, 3. Ну, что, зашифровалось? Фиг расшифруешь, правильно? Да. Очень сложно. Совершенно непонятно. Обратите, пожалуйста, внимание, что тут у нас переводы строки не ошифровались. Они остались сами собой. Ну, зачем мы это сделали? Ну, просто для красоты. То есть, именно, хотя getContents, он берет все символы до того, как он встретит, значит, end of file. Значит, в том числе и переводы строки и так далее. Все это он пережевывает. Но в самой процедуре шифрования мы решили перевод строки оставить. Ну, просто для наглядности, чтобы это, значит, выглядело, было лучше, понятно, что там получается. Ясно это? Да. А как нам расшифровать назад? Ну, и раз шифрование это сдвиг, то надо сдвинуть обратно. Согласны? Да. Вот такие вот дела. У меня на гитхабе там есть несколько файлов, в которых достаточно подробно обсуждается вот этот вот вопрос. Где же у нас нарушается правило строгости оператора связывания по первому аргументу? В принципе, вы можете эти примеры посмотреть, если хочется, но я, пожалуй, не буду сейчас об этом говорить для экономии времени. Что еще есть? Ну, кроме GetContents, есть ряд других полезных процедур для работы с файлами, с потоками. Ну, прежде всего, HGetContents. HGetContents делает что? Он из данного ему дескриптора читает все символы и воспринимает это как строку. То есть мы текстовый файл с вами воспринимаем как строку. Один стринг. Логично? Да. Давайте посмотрим, что делает вот эта вот процедура. Мы принимаем, смотрим на аргументы данной нашей программы. Интерпретируем первый аргумент как входной файл, pin, то есть я имел в виду path of input. Второй аргумент, head of tail, воспринимаем как path of output, входной файл, выходной файл. Дальше мы с вами явным образом открываем вот этот вот путь, pin, превращаем его в файловый дескриптор hin, handle of input. Открываем его в режиме чтения. Логично? Да. Потом мы получаем сам input как строку, применяя функцию hgetContents, который читает содержимое файла как текст. Текст. Хорошо. Что дальше? А дальше мы проводим вот такую вот обработку. Здесь встречаются новые для нас функции lines и unlines. Давайте посмотрим, что они делают. Как вы думаете, есть какая-нибудь идея? Ну, наверное, lines берет строку и разбивает ее на список строк по переводу каретки. Совершенно верно. Разбивает по символу перевода каретки. То есть, по сути дела, ну как это работает? Вот мы говорим, да, lines, и вот у нас вот есть какой-то там full n bar. Мы получаем вот такой вот список строк. Это нужно для обработки текстового файла. Вот там есть какие-то lines, то есть строчки заканчиваются переводом каретки. Мы вначале читаем весь наш файл как одну строку, а потом с помощью функции lines его режем. Получается список строк. Потом что мы делаем с каждой строкой в этом списке? Ну, разворачиваем ее. Переворачиваем, а потом опять склеиваем. Потом опять склеиваем все в одну строку. Опять склеиваем все в одну строку. То есть, вот. Ну, в смысле, список строк склеиваем в одну строку, но на границах мы ставим вот эти вот переводы каретки. Понятно? Да. Дальше вызывается такая процедура, как write-файл. На вход ей подается путь, заметьте, не дескриптор, а путь к выходному файлу. И подается строковое значение output. Как вы думаете, что делает этот write-файл? Ну, записывает по этому пути в этот файл. Естественно. Естественно. The computation write-файл str function writes the string string to the file file. Ну, вот так вот. Такое действие ввода-вывода. Затем мы закрываем наш входной дескриптор. Естественно, есть и другие функции такого рода, но мы давайте лучше посмотрим, что же у нас тут практически получается вот с этой программой. Давайте-ка ее тоже скомпилируем. И нашей программе надо передать на вход два пути каким-нибудь файлом. Если ничего и не передать, но там выскакивает исключение, мы тут ошибок явно не обрабатывали, поэтому исключение. Ну, давайте что-нибудь, какой-нибудь файл рассмотрим. Ну, например, давайте возьмем, опять-таки, исходный код самой этой программы. Да, давайте его куда-нибудь скопируем. Например, тест 1. Ну, вот у нас есть тест 1, а теста 2 нет. А после этого мы вызовем нашу программу с двумя аргументами. Тест 1 и тест 2. Что же получилось? Теперь у нас есть файл тест 2, как у нас был файл тест 1. Это исходный код нашей программы. И тест 2 – это тот же код, где мы каждую строчку перевернули. Логично? Да. Так, хорошо. Вот есть еще такая очень полезная процедура, как withFile. Это такая функция, которая, грубо говоря, действия с файлом проводят сразу единым махом. Давайте посмотрим, как это работает. Здесь, в этой программе, мы делаем то же самое, но пишем все это гораздо компактнее. Мы читаем список аргументов. Потом мы вызываем функцию withFile. Первый ее аргумент – это наша голова, то есть это входной файл. Второй аргумент – это режим, в котором надо файл открыть. А третий аргумент – это просто то, что нам надо делать с файловым дескриптором. То есть это содержательная часть нашей программы. Понятно? Да. Это содержательная часть нашей программы. Заметьте, результат здесь выводится не в какой-то файл, а выводится он в выходной поток. Давайте посмотрим, что здесь получается. скомпилировали. Здесь у нас уже один аргумент. Так, только не в АЖ. Ну вот, мы тоже перевернули. А если мы возьмем уже перевернутый, то он перевернется обратно. Я вам рекомендую, естественно, если вы собираетесь что-то писать, самостоятельно изучить эту библиотеку System.io, посмотреть, что там есть. У нас есть документация в Кугле, у нас есть документация онлайн. Естественно, мы очень обзорно по поверхности это обсудили, но изучение всех библиотек нашей целью не является. Даже изучение самых важных библиотек тоже не является. Какой же тип у функции withFile? Тут, кстати, не написано, что она делает. Написан только тип. Ну, мы-то с вами знаем. Это путь к файлу. Это режим, в котором его надо открыть. Это то, что мы действия, которые мы делаем с файлом-дескриптором. И результатом является итоговое действие, состоящее в том, что мы применяем вот это к открытому нами в нужном режиме файлу. Понятно? Да, ну, только вопрос handle – это тоже тип. Handle – это, конечно же, тип. Тип файловых дескрипторов. Определен он в этом систем I.O. Так, еще какие вопросы? Так, ну, видимо, здесь все. Давайте поговорим про рандомизацию. Это тоже достаточно интересный момент. Потому что раз у нас с вами Haskell является, как бы, по умолчанию, языком чистых вычислений, которые всегда возвращают одно и то же, 2 плюс 2 равно 4 и вчера, и сегодня, и завтра, то не очень понятно, как мы можем генерировать случайный, так сказать, или псевдослучайный, если угодно, числа. Вот, например, у нас в C есть функция rand, да? Как она работает? Ну, она возвращает при каждом вызове какое-то случайное число. Ну, псевдослучайное. Да. Но значения, которые она возвращает, разные, правильно? То есть получается какая-то дичь. Вот, например, такое равенство, если бы мы могли его написать в Haskell, оно было бы неверным. Все, вот все такое равенство, вообще говоря, неверно. Правильно? Да. Ну, а как это так? Получается, что один терм не равен сам себе? Ну, это же ерунда какая-то. Это же противоречит всем принципам математики. Ну, и, соответственно, мы должны приложить определенные усилия. Дело в том, что в Haskell мы не будем с вами вводить в нашу программу такую сущность, как случайное число. А введем генератор случайного или псевдослучайного или какого угодно числа. Давайте посмотрим, как это делается. Все это определено в специальном модуле, в специальной библиотеке. Кстати сказать, если у вас ее нет, ее надо установить, систем рандом. Вот что мы можем посмотреть, что там есть. Так, что-то мне нравится. Непонятно. Систем. Дождите. Ну, ладно. Значит, подождите. У нас есть такая функция makeStdGen. Что она делает? Она принимает на вход int и возвращает stdGen. Если мы спросим Hougal о том, что это такое, то нам скажут, что это функция, которая по явно данному нам начальному значению создает генератор случайных чисел, который подчиняется некоторому алгоритму. Вот стандартный генератор. Генераторы бывают разные. Мы могли бы какой-то свой генератор определить. Ну, вот у нас есть тип стандартных генераторов. Функция makeStdGen строит такой генератор по данному нам целому значению. И дальше мы можем, пользуясь вот этим вот генератором, явно получать из него числа. Ну, например, мы можем вызвать вот такую вот функцию random. Что она делает? Она возвращает нам пару, состоящую из int, или не обязательно из int, на самом деле. Давайте посмотрим, какой у нее тип. Она возвращает нам, принимает на вход генератора, возвращает что? Ну, пару из, видимо, какого-то там числа генератора. Пару, состоящую из генератора и сгенерированного значения. Обратите внимание на полиморфизм этой функции. g – это тип генератора. Ну, например, бывает stdGen, а бывают, в принципе, и другие типы генераторов. То есть, g должно принадлежать классу randomGen. То есть, g должно быть типом генератора. А, а должно быть типом значения, которое мы умеем получать в выходе от случайного генератора. То есть, смотрите, что же такое x0? x0 – это вот такая вот пара, где перед нами некий int. Ну, а дальше мы видим stdGen, каким-то образом инициализированный. Понятно? – Да. – Обратите внимание, все вызовы этого x0, они, конечно же, дают одно и то же. По сути дела, функция random, она достает из генератора значения, и генератор переинициализирует. То есть, она, по сути дела, делает одну итерацию этого генератора. Если я возьму новый генератор, а именно вторую координату того, что… Вторую координату x0, вот этот вот новый генератор, если я возьму этот новый генератор, то я получу какое-то еще значение. Понятно? – Да. – Но оно тоже будет вполне себе детерминированным. Помните ли вы смешную картинку из интернетов? Значит, некий код там написан, процедура random, и там внутри написано return4, и в комментарии, что я получил это значение, честно подбрасывая костя. Да, да. Вот здесь у нас примерно то же самое происходит. То есть, здесь царит полный детерминизм. С точки зрения Хаскеля здесь никакой случайности нет. Есть какая-то функция, которая принимает на вход такой объект, как генератор. Это некое состояние. Достает из этого генератора число с помощью какого-то арифметического алгоритма и возвращает новое состояние генератора. Более того, мы, например, можем число не возвращать, а просто генератор разделить на два. Как же это происходит? Которые, ну, там каким-то образом в достаточной степени не коррелированы. Вот, например, был у нас генератор ген. Я могу из него получить два новых генератора G1 и G2, и уже, например, пытаться с ними работать. Вот, например, у меня ген, видите, вот если так, да, давайте посмотрим. Ген нам возвращает вот такую вот пару. А если я возьму G1, пара будет другой. G2, третий. Заметьте, это все не такое, как пара, возвращаемая вот этим вот генератором, который мы получили, применив рандом ген, то есть там GX1. То есть мы можем с этими генераторами делать какие-то преобразования, как-то их менять. То есть состояние генератора мы явно меняем. Взяли один генератор, явным образом получили из него другой или два других. Ну и дальше только надеяться, что статистические свойства последовательности, которые эти генераторы сгенерируют, они, ну, будут в достаточной степени хорошей в плане там корреляции и тому подобного. Но это уже проблема, естественно, разработчика конкретного алгоритма. Понятная идея? Да. Как мы уже имели случай отметить, функция рандом генерирует отнюдь не только int, а на самом деле любые значения, но для которых вообще определено преобразование в них из из генераторов. Ну, например, это есть для дабл, для бул. Давайте, например, начав с нашего генератора ген, получим случайный дабл y3. Вот он. Ну, а докажите, что он не случайный. случайный. Давайте получим случайный бул. Как вы думаете, случайный бул это true или false? Что-то одно из двух. Ну, вот видите, это true. Казалось, что это true. Какой еще у нас есть вариант? У нас еще есть рандом r. r от слова range. Имеется в виду, что принимается пара, состоящая из как бы начального и конечного значения. Принимается генератор на вход и возвращается значение, так сказать, внутри этого диапазона. Например, x4 возвращает случайное целое число от минус единицы до единицы включительно. Ну, x5 делает то же самое, но только берется другой генератор. Понятно? Да. Так, хорошо. Что еще? Random rs, то есть rs, то есть что имеется в виду? Здесь у нас уже вещь практически более полезная. возвращается целый список случайных значений в заданном диапазоне. А откуда они берутся? А берутся они вот как. Просто по сути дела это последовательный вызов самой этой функции random, который, как мы знаем, обновляет состояние генератора. То есть мы генерируем значение, обновляем генератор. Из обновленного берем значение, обновляем генератор. Это уже вещь более похожая на то, что может быть полезна на практике. Вот список так сказать вроде бы случайных значений целых в диапазоне от минус единицы до единицы полученный с помощью генератора g1. Мы начали с g1, потом мы обновили его состояние, получили минус 1, потом обновили, получили 0 и так далее. Понятно? Да. Аналогично L2. Но в чем разница? Здесь не random rs, а просто randoms. То есть здесь вот этот диапазон явным образом не указан. То есть здесь, как видите, у нас целые более-менее неограниченные, ну и так как больших по модулю целых больше, чем маленьких по модулю, они, естественно, оказались все большие. Логично? Да. На практике вы, скорее всего, захотите применять что-то вроде функции random rs или просто randoms. хорошо. Ну вот здесь нам почему-то предлагают посмотреть на на то присутствует ли число сгенерированное вот этим вот x1 сгенерированное этим x1 ну, вы видите, x1 был. Присутствует ли оно в нашем списке? Ну, давайте посмотрим. Оказывается, присутствует. А где оно присутствует? Вот x1 ну, а вот, например, первые 10 значений из L2. Где оно присутствует? Ну, вот он второй. Он второй, да. А первый это что? Это x0 наш. Не. А первый x0, а второй x1. Хм, а почему? А давайте посмотрим, как связаны x1 и x0. x0 состоял в том, что мы взяли некий генератор ген, получили int и генератор обновили. x1 состоял в том, что мы получили int из обновленного генератора и обновили его еще раз. Правильно? Да. А список L2 как раз и строился с помощью нашего ген. То есть это наводит нас на мысль, как устроена функция randoms. Она просто содержит в себе цепное применение функции random, как я вам и говорил. Генерируется значение, обновляется генератор. Генерируется значение, обновляется генератор. То есть первые два значения это соответственно вызовы random на наш x0 это вызов random на самом ген и второе значение это x1 вызов random на том, что получается после обновления. Понятно? Да. То есть мы можем очень просто написать свою реализацию randoms эквивалентную библиотечной. Вот она такая. взяли генератор g сгенерировали применили к нему randoms генерировали пару ну скажем число новое значение генератора число это поместили в голову и хвост это рекурсивный вызов randoms к новому генератору. Работать должно совершенно так же. То есть l2 и l2 штрих наш randoms и библиотечный должны работать одинаково. Ну проверяем тоже ли это самое или не тоже. Ответ тоже. Согласны? Да. То есть этот randoms это просто цепное такое применение random. l3 ну вот давайте например пароль сгенерируем начав с генератора g2 то еще пароль пароль это последовательность алфавитных символов которые находятся в неком диапазоне от а большого до z вот возьмем 16 таких символов ну что ничего пароль правильно? но только все следующие вызовы они дадут нам то же самое вопрос что же нам с этим делать? Как нам генератор как-то так сказать переустанавливать и откуда вообще его брать? Все что мы делали до этого начиналось с генератора гены в конечном счете определялось вот этим вот числом который представляет 30 апреля 18 года и почему-то заметьте сейчас мы опережаем тот курс который был в 18 году сейчас еще нет 30 апреля что же делать? на самом деле у нас при запуске программы ну которая слинкована вот с этой библиотекой систем рендом создается некий системный генератор случайности мы его не видим то есть это некое такое глобальное состояние которое не является аргументом нашей функции а раз оно не является аргументом функции значит к нему надо обращаться с помощью действий понятно? да обратите внимание все вычисления которые у нас были до сих пор они были чистыми никаких I.O. тут не было никаких рыб мы не использовали почему? потому что все определялось аргументами это и хорошо но это и плохо потому что вся эта случайность она очевидным образом детерминирована как же нам обратиться к системному генератору который создается при запуске нашей программы для этого есть ряд действий одно из них это get std gen оно возвращает нам объект типа стандартный генератор но на этот раз этот объект завернут в монаду тут написано нечто непонятное но по-простому имеется ввиду монада I.O. Понятно? да вот то есть давайте посмотрим на действие А что оно делает оно достает стандартный генератор из того что там у нас системно было определено начав с этого генератора оно генерирует 16 символов потом оно опять достает стандартный генератор и опять генерирует 16 символов как вы думаете получат одинаковые символы или разные ну разные наверное нифига мало того что они одни и те же при вызовах нашей нашего действия повторных мало того что они одни и те же при повторных вызовах действия так они и тут одни и те же а почему а потому что мы генератор то мы читаем состояние этого генератора но мы его не меняем усекаете мы его не меняем вот он как при запуске программы он как инициализировался там грубо говоря временем системно так вот он и остается если мы не сказали менять глобальное состояние оно и не меняется что бы ему меняться так давайте посмотрим на действия а штрих мы начинаем то же самое но на этот раз мы запрашиваем не 16 символов а 32 а потом мы применяем к нашему генератору сплит делаем из него два вроде бы не коррелированных ну это сами понимаете всегда вопросы тонкие генератора что же у нас получается они там есть общая подстрока то есть тот который первый да он у нас ген штрих он некоторым образом связан с нашим исходным геном правильно а вот второй уже выглядит совершенно иначе тем не менее повторные вызовы ничего не меняют потому что инициализация происходит как бы при запуске только этой программы понятно ну хорошо что же нам делать есть вот такой вот метод смотрите у нас еще есть кроме gets to the again есть еще не used to the again что же она делает давайте узнаем applies split to the current global pseudo random generator updates it with one of the results and returns the other то есть будет применен split первый генератор пойдет в наш стандартный изменит глобальное состояние а второй будет нам возвращен понятно да как здесь написано давайте посмотрим во что это выражается на практике а2 штриха так и мы видим что у нас ну сначала вот это вот первые 16 символов выдается а потом выдается вот это вот оно такое же почему потому что это вот этот вот ген штрих здешний это ген 2 штриха тут мы детерминированным образом меняем глобальное состояние и возвращаем вот это вот второй понятно да а теперь во штрих тоже другое будет да почему потому что мы изменили глобальное состояние теперь следующие вызовы дают нам уже другое вот вот то что у нас раньше давал ген штрих теперь у нас вот будет давать будет вот тут получаться понятно да почему теперь все последующие вызовы а два штриха они разные но они разные но смотрите как они связаны два символа здесь и вот такая строка она является началом вот этой особенность работы сплита но тем не менее глобальное состояние меняется правильно если я начну после этого вызывать а штрих естественно результат будет не тот который у нас был изначально или а начну вызывать он не тот который был изначально но он уже в результате этих вызовов не меняется почему потому что все что у меня есть в а штрих или в а это лишь чтение глобального состояния в а штрих и в а я глобальное состояние читаю что-то я в этой программе вычисляю на его основе но само глобальное состояние я не переписываю а вот когда я совершаю действие нью стадеген глобальное состояние меняется хотя и детерминированным образом понятно но и есть еще один вариант это и нитс тд ген это пожалуй наиболее такая вещь близкая к какой-то случайности это тоже системный так сказать ресидер нашего генератора но только он уже не основан на апдейте на сплите того что у нас было изначально а он пытается какие-то случайные биты прочитать из ю рэндом естественно меняется только второе потому что глобальный глобальный у нас глобальный не меняется он генерирует он создает генератор но глобальный не меняет давайте давайте прочтем документацию и нет стедаген что он делает и не шалайз стедаген юзин систем энтропи when it is available otherwise if it is not available мы берем то самое глобальный станет здесь мы глобальный не меняем но инициализируем его значит вот этим системной нашей энтропией понятно да вот получается что из этих функций только ньюстедаген меняет глобальное состояние очень хорошо ну и последнее что тут надлежит сказать это комбинация всех вот эти комбинации ресидинга комбинация того что мы меняем наше глобальное состояние как-то им там пользуемся и последовательная и генерация наших чисел вот смотрите вот рандом и о это то что ближе всего к сишной функции рандом что здесь происходит это действие естественно потому что результат его он так сказать зависит от глобального состояния видите вызов этого x6 дает нам все время разные значения почему потому что внутри происходит следующее мы обращаемся глобальному состоянию обращаемся глобальному состоянию и давайте посмотрим меняем мы его или нет так ну подождите да и меняем его видите вызов x6 глобальное состояние меняется ну сплит там применяется ясно это вот то есть рэндом ой это некое действие которое у нас может менять глобальное состояние вот у нас еще есть всякие варианты этого хозяйства можно в диапазоне получать случайные числа ясно ну да так ну что у нас еще тут есть так h и еще вот такой вот есть код это действие которое у нас было вот а читаем глобальное состояние генератора и два раза пытаемся генерировать строку естественно строки которые будут выводиться они будут получаться одинаковыми это ясно ясно что они будут одинаковыми они будут одинаковыми между собой но они будут меняться при разных вызовах нашей программы почему заметьте меняются они не как вот этот сплит который там строчку сдвигал вводим а меняется каким-то неочевидным образом почему мы уж каждый раз когда я запускаю это приложение у меня инициализируется ну грубо говоря временем вот этот вот глобальный невидимый генератор понятно да вот что происходит есть ли вопросы ну наверное вопрос такой по производительности если вот эти все действия они же должны выполняться последовательно то мы как бы теряем вот возможность там выполнять в любом порядке поэтому наверное ну не лучше ли вначале просто взять вот один этот генератор из глобального контекста дальше уже чистыми функциями с ними работать ну безусловно обновлять глобальное состояние генератора нам может быть и не хочется часто я согласен нам обновлять его может быть особо часто и не нужно так ну и у нас тут есть примерчик вот такая вот случайная симуляция давайте посмотрим что это это задачка на теорию вероятностей есть н монет да честных мы их одновременно подбрасываем некоторые монеты выпадают орлами и мы каждый раз выпавшие орлами монеты удаляем а потом оставшиеся опять подбрасываем понятно да сколько в среднем будет бросков сделано до того как все монеты у нас кончатся мы удалим все монеты это такая не очень сложная задача она имеет аналитическое решение вот даже у меня где тут это решение было записано не очень сложная задача с аналитическим решением секундочку я найду но нас интересует не аналитическое решение которое я естественно призываю вас найти самостоятельно а нас интересует попытка получить это решение симуляцией вот аналитическое решение например такое если одна монета ну сколько в среднем ждать орла это просто мат ожиданий геометрической случайной величины если вероятность упадения орла два то сколько в среднем ждать орла вероятность упадения орла одна вторая сколько в среднем его ждать помните ответ два два один делить на вероятность упадения орла а вот если монеты две то оказывается что у нас количество шагов среднее до того как все монеты пропадут, будет 8 третьих. А если монеты 3, то будет 22 седьмых. Давайте посмотрим, как наша программа справляется с такой симуляцией. Какие аргументы она принимает? Она принимает на вход N и еще некий NUM. NUM – это, скажем так, количество экспериментов, которые она должна провести. Логично? Да. Так, давайте скомпилируем. Так, значит, сначала число экспериментов, а потом наш параметр. Ну, если у нас орел – монета одна, делаем 100 экспериментов. Ну, как видите, близко к двум. Подальше от двух. И тоже далековато. А если я сделаю 10 тысяч экспериментов? Ну, ощутимо поменьше дисперсия, правильно? Да. Все логично. А если я две монеты кидаю? 2 целых, 2 третьих. То есть, 8 третьих почти с хорошей точностью попадаем в аналитический ответ. Вот ниже ответа. Понятно, да? Да. А если монет 3? 3,15,6. 3,13. 3,14. 3,44. А что такое 22 седьмых? Что такое 22 седьмых? Ну, это и есть 3,14. Логично, да? Да. Так, что же там внутри? Давайте посмотрим. Тут есть несколько вспомогательных функций. Вот есть функция групп, которая берет на вход int и список intов. И она этот список intов разбивает на группы длины n. На списки длины n. Понятно, да? Есть какая-то функция TRJ Length. И TRJ от слова trajectory. Длина траектории. Но по траектории я понимаю результат каждого отдельного эксперимента. Вот сколько мы могли сделать бросков монеты, пока монеты не кончились. Дальше average, trajectory length, усреднение. Ну и, собственно говоря, main. Давайте посмотрим, как это работает. Сверху вниз. Ну вот, прочли мы аргументы, число экспериментов, параметр n. И выполняем такое действие, как average trajectory length. Что делает этот average trajectory length? Ну, он, вопреки вашим заветам относительно того, что не надо беспокоить глобальную переменную, он создает список вот этих вот наших генераторов. Правильно? Ну, можно было просто сплит применить к начальному, а глобальный не менять. Это не важно. Он создает список генераторов по длине, равной количеству экспериментов, которые мы хотим совершить. Правильно? Да. Но так как... Ну, я согласен. Можно было бы тут это сделать в чистом коде. Просто с помощью сплита. Я согласен. Значит, делается, естественно, секвенс, получается одно действие. Короче говоря, генс – это некий список генераторов. Дальше. Для каждого генератора из списка мы создаем бесконечную последовательность нулей и единиц. То есть, каждый генератор мы превращаем в список... Каждый генератор дает нам бесконечную последовательность нулей и единиц. Правильно? Да. Дальше каждую такую последовательность, соответствующую одному эксперименту, мы на нее воздействуем функцией trajectory length. То есть, мы смотрим, сколько же было бросков монеты в каждом эксперименте. То есть, заметьте, мы каждому эксперименту на вход даем последовательность нулей и единиц, бесконечную. Потому что мы же не знаем, сколько эксперимент продлится. Ну, а дальше некоторым образом интерпретируем эту последовательность как результаты наших бросков. Сейчас разберемся, как именно. Значит, из каждого эксперимента мы получаем его длительность. То есть, список генераторов сначала превращается в список последовательности, потом он превращается в список продолжительности экспериментов. После чего мы все эти продолжительности просто суммируем и делим на число экспериментов. Логично? Остается только понять, как работает trajectory length. То есть, как именно у нас последовательность нулей и единиц понимается как результат многократных бросков n монет. Ну, довольно просто. Как раз с помощью функции групп мы, по сути дела, просто на один бросок берем n нулей и единиц. Делим ее на последовательные куски длины n. Правильно? Мы же ничего не теряем при этом. Да. Ну, а дальше тут что-то вычисляется. Я позволю себе в это не вникать. Здесь, во всяком случае, происходят чистые вычисления. И особых опасений они не вызывают. Ну, вот так. Можно попробовать здесь не возиться с этим генератором. Получить его просто один раз и с помощью сплита построить список генераторов. Может быть, оно и действительно будет работать немножко быстрее. Надо проверить. Так. Ну, что скажете? Ну, да, понятно. И заметно, что это вот именно с генераторами работа похожа. С тем, как мы работали с вводом-выводом. Что там тоже у нас было, грубо говоря, тот гачар, который возвращал число и новое состояние мира здесь. Да, да, да. Совершенно верно. Совершенно верно. Ньюс ТД Ген выдает некий генератор, зависящий от глобального состояния. Ну, вместо слова генератор, может быть, состояние генератора. Выдает состояние генератора, вычисленное по глобальному. Еще и глобальное меняет с помощью сплита. Просто Гетстедагент просто читает глобальное состояние. Но, во всяком случае, чтобы была более или менее настоящая, если не случайность, то хотя бы непредсказуемость, нам необходимо I.O. Правильно? Да. Чтобы разные вызовы все-таки давали какой-то разный результат. Уж насколько он будет коррелирован там, это вопросы тонкие. Это вопросы к алгоритму генератора. Это, конечно, не вопросы к Хаскелю. А вот эту мою программку, конечно, с ней можно немножко поиграть. Можно туда ввести и НИД с ТД Ген, чтобы мы брали случайность из Урандом. Давайте попробуем. Это, конечно, на производительности скажется плохо. На производительности-то это скажется плохо, но, может, это лучше скажется на статистических свойствах. Ну, так вроде, по внешнему виду нормально работает. А уж лучше ли она значение вычисляет, чем до того? Ну, не знаю. Это вопрос. Понятно? Да. Здесь я уже с этим ЭНИДом, я, так сказать, реально беру генератор, инициализирую его, обращаясь к системной энтропии. И уже переношу эту проблему на совесть разработчиков ядра. Того, как там это самое Урандом работает. На эту тему, как вы знаете, существует немало исследований. И ругают линуксовскую случайность, и хвалят. Ладно. Вопросы? Понятно ли было, чем мы занимались в целом? Да, вполне. Я вам рекомендую ряд упражнений с этим всяким случайным моделированием, так сказать, с Монте-Карло. Решите. Пожалуй, в какой-то момент выдам. Кстати, как с ДЗ, который у нас вот есть? Ну, я практически сделал, с исключением, там, пары пунктов. Пора новые выдавать или не пора? Пока нет, наверное. Ну, я думаю, если мы там прошли достаточно, то да, можно будет. Ну, мы уже, мы вот вывод-то с вами фактически вообще разобрали. Пора бы уже что-то еще дать. Случайность. Ладно. Лучше раньше дать и позже дедлайн поставить. Что мы будем делать в следующий раз? А в следующий раз мы с вами займемся такими более абстрактными конструкциями. А именно моноидами и, видимо, foldables. Так точно. А за ними шестая лекция. Это, собственно говоря, уже монады. Функторы, аппликативные функторы и монады, понимаемые абстрактно. По-моему, у нас и седьмая лекция была. Так точно. Про монаду состояния. Не знаю, сколько раз мы сможем с вами встретиться в мае. В апреле у нас еще одна лекция. Ну, вот так. Спасибо за внимание.